Попробуем. Сергей Валерьевич, начнем с, скажем, видения, наш с вами разговор. Вот это вот понятие преднамеренного устаревания, оно не новое для нас? Что оно в себя включает, да, что это такое? Это называется запланированное устаревание. И это понятие, в общем-то, существует достаточно давно, уже с 20-х годов прошлого века. Все мы знаем историю с лампочкой, та, которая работает, скажем, в Калифорнии до сих пор, и можно, так сказать, увидеть, как она работает, да, до сих пор светит. Была проблема с General Electric, когда вот эти вот все проблемы с лампочкой надо было решить с точки зрения экономики. Потом это, значит, стало, вот яркий пример, это нейлон, который вечный, вечные женские чулки, да, потом спохватились, оказалось, что это невыгодно экономически. Поэтому такое понятие существует. Запланированное устаревание, сговор это или нет. В 20-е годы прошлого века, чуть позже, конечно, это можно назвать сговором, потому что, когда люди спохватились и поняли, что экономически невыгодно выпускать вещи вечные, они стали договариваться о том, чтобы как-то ограничить этот срок службы. Ну, надо, чтобы люди это покупали, да, вот такая была идея. Сейчас же, к сожалению, на самом деле, наверное, к сожалению, это уже вошло в привычку. То есть это практически привычное дело, и как можно назвать сговором, когда это делают практически все компании, вот, но это не афишируют. Естественно, это не афишируют. И этому есть объяснение. Если хотите, я могу это объяснить. Да, это очень интересно. То есть эти объяснения можно там условно 1, 2, 3, да? Ну, сейчас мы посмотрим, как будет, да? То есть вот объяснение это, собственно, вполне простое. Вот мы с вами живем в обществе потребления. Что это значит в обществе потребления? Это значит, экономика настроена совершенно на другое финансирование по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, по сравнению с плановой. А что это значит? Вот производится какая-то продукция. Начинается логистическая цепь поставок, это называется логистическая цепь поставок, с добычи руды. Руда плавится в металл, металл, листы сворачиваются в трубы, трубы прокладываются под землей, а они выводятся в наши дома, по этим трубам поступает вода питьевая, мы наливаем в стакан, а оплачиваем мы всю логистическую цепь поставок. То есть экономика потребления, она сейчас финансируется, главным образом, свободными деньгами. Свободные деньги это у нас с вами. Ни у кого, ни у каких предприятий нет свободных денег. Поэтому если мы вкладываем эти деньги в экономику, экономика развивается, предприятие развивается. Если мы перестанем покупать, то предприятие остановится. Понимаете, какая вещь получается? То есть вот для того, чтобы люди чаще покупали те самые вещи, которые могли бы быть вечными, надо, чтобы они не были вечными. Вот это закон экономики, который мы не можем сейчас изменить. Поэтому вот к этому закону надо приспосабливаться. Но мы уже и привыкли. Мы, находясь в обществе потребления, мы меняем, например, смартфоны. И мы говорим, что это престижно, что это круто. Да, здесь есть, правда, другая сторона, что появляется, например, новое программное обеспечение, которое занимает больше памяти. Появляется возможность превратить вот смартфон в компьютер настоящий. Это интересно тем, кто, так сказать, пользуется им постоянно. Да, таких людей все больше и больше становится. С другой стороны, вот на примере смартфонов можно показать динамику развития моды. Вот модно одно, потом можно другое, модно третье. Ну, как в автомобилях. Новый рестайлинг, а все остальное остается прежним. И вот это позволяет людям говорить себе, что да, мы покупаем новый продукт, потому что он мне больше нравится, чем прежний. Да, это уже следствие того, что мы поддерживаем сами своими деньгами экономику. Понимаете, вот какая вещь. Вот здесь полка о двух концах. С одной стороны, развиваются новые технологии или просто производство определенного товара. С другой стороны, есть потребность. Вот здесь вот как раз возвращаемся к обществу потребления. Что такое потребность? Да, это же не нужда. Нужда — это жажда. Нужда — это желание есть. Да, когда потребность, это вот наша потребность формирует наш социум. Обратите внимание, что мы стали жить лучше. Как мы не говорим, зарплаты у нас там недовольны зарплатами люди, доходами недовольны. Тем не менее, возможность покупать становится больше. Возможность покупать становится больше, значит, потребности наши увеличиваются. Если у нас потребности растут, значит, мы хотим больше и больше вещей, которые, например, не только нужны нам в быту, но и доставляют какое-то удовольствие. И раз такая тенденция есть, значит, эту тенденцию, естественно, поддерживает предприятие. Вот такой получается замкнутый круг у нас. Тут главное вот этот вот компромисс, чтобы был. Поэтому тут можно дать рекомендации предприятиям, а можно дать рекомендации самим покупателям, то есть нам с вами. Вот рекомендации предприятиям. Мы говорим о том, что предприятия должны продавать. Но есть такая формула. Люди любят покупать, но не любят, когда им продают. Понимаете? Вот это вот такая вот вещь. То есть у нас есть потребности, мы хотим их реализовать, мы хотим достичь чего-то такого удобного, комфортного и так далее. Да, у каждого это своя мысль такая. Но мы хотим прийти в магазины, чтобы нам никто ничего не навязывал. Вот здесь как раз важна очень для предприятия клиента ориентированность. То есть я настаиваю на том, что предприятия должны превращать свою цену в ценность. Вот это маркетинг. Именно в ценность для человека. Почему ему ценна эта вещь? Потому что он находит в ней удовлетворение тех потребностей, которые в данный момент ему очень нужны. Вот такая фраза, характеризующая ценность. Я купил бы этого, что бы то ни стало. Мы часто такое говорим, правда? Вот это и есть, значит, человеку эта вещь нужна, и за ценой он как бы не постоит. И нельзя навязывать те вещи, которые человеку не нужны. То есть надо формировать этот спрос, чтобы люди не чувствовали, что их обманывают. А клиентам, то есть нам с вами, рекомендации такие. Сейчас ведь очень много разной техники. Производителей много. Но и информации очень много. Да, нельзя следовать, наверное, сразу чистым эмоциям. Но ее надо изучать. Вот вы хотите покупать дорогую технику? Посмотрите, оцените ее. Как часто она выходит? Какие есть отзывы? Отзывы не просто восторженные, а именно практические. Как часто выходят детали? Как предприятие какие гарантии дает? Год, три года, пять лет? Это тоже о многом говорит. Потому что на самом деле не значит, что если дорогое, это значит самое лучшее. Можно найти не такое дорогое, но, например, там будет что-то немножко с дизайном, или не такая известная марка, то есть бренда. Но он будет служить и доставлять удовольствие долго. Поэтому в этом надо разбираться в любой ситуации. Вот это очень важно для нас с вами. Потому что мы изменить ситуацию не можем, но мы должны в ней разбираться. Мы должны понимать, где мы находимся, какие условия созданы на нашем рынке, для рынка покупателя. Должны понимать, что очень много конкурирующей продукции, и надо начать в ней разбираться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова